Айта Huawei и Ceres представили новейшую версию внедорожника AITA M7 Ultra с множеством привлекательных функций и мощными возможностями. Айта – это премиальный бренд компании Ceres, который сотрудничает с Huawei для создания передовых и наиболее эффективных решений для интеллектуальных автомобилей. Был изменен внешний дизайн и цветовое решение салона дополнено новыми цветами. Компания сделала обновление с точки зрения конфигурации, умного вождения и шасси. M7 Ultra будет выпускаться в четырех комплектациях как в пяти, так и в шестиместном варианте. По цене от 289 800 до 329 800 юаней, или эквивалентно от 41 до почти 46 500 долларов. Самым большим обновлением внешнего вида нового M7 Ultra является изменение решетки радиатора, которая имеет закрытый дизайн передней части автомобиля. Форма передней части стала проще. Перекликаясь с версией AITA M9. Кроме того, всего доступно пять цветов кузова, а именно – золотисто-черный, космический серый, лазурно-синий, ледяной кристалл и опциональный межзвездный синий, который является новым цветом. Кроме того, большое изменение, которое можно увидеть во внешнем виде. Это лидар на крыше M7 Ultra, оснащен тем же 192-линейным лидаром, что и AITA M9. С максимальной дальностью обнаружения 250 метров и частотой сканирования 20 раз в секунду. Проще говоря, это означает, что обнаружение происходит дальше, а разрешение быстрее и точнее. Стиль дисков также был обновлен. Стандартные 20-дюймовые диски имеют дизайн с семью спицами, а также доступны 21-дюймовые диски с десятью спицами. Размер кузова не изменился. Колесная база составляет 2820 мм, что позволяет позиционировать его как внедорожник среднего класса. Больше изменений в дизайне не наблюдается. Кроссовер сохранил семейный стиль бренда. В отличие от многих других электромобилей, AITA M7 Ultra доступен только в вариантах с увеличенным запасом хода. Он получил полтора-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 125 лошадиных сил. Бензиновый двигатель питает только батарею, напрямую не связан с колесами. M7 доступен в одномоторной и двухмоторной версиях. Причем одномоторные варианты оснащены электродвигателем максимальной мощностью 272 лошадиных сил и максимальным крутящим моментом 360 ньютон-метра и способен разгоняться. От 0 до 100 км в час за 7,8 секунды. Версии с двумя двигателями оснащены передним электродвигателем мощностью 177 лошадиных сил и крутящим моментом 300 ньютон-метра общей мощностью 449 лошадей и 660 ньютон-метра. Он разгоняется от 0 до 100 км в час за 4,8 секунды. Что касается аккумулятора, который используемый в M7 Ultra, это тройная литий-ионная батарея емкостью 42 кВт-часа, способная обеспечить запас хода по китайскому циклу CLTC240 или 210 км в зависимости от версии задней или полноприводной. При полном топливном баке, который на 60 литров, и заряженной батареи запас хода модели составляет 1300 или 1250 км. В салоне уменьшено количество физических кнопок, появилось новое двухспецовое рулевое колесо, 10,2-дюймовая приборная панель, большой 15- и 6-диумовый центральный экран управления. Проекционный дисплей и та же технология акустического диффузора Шреддера, что и у AITA M9. Диффузор Шреддера – это конструкция, рассеивающая звук и применяемая для улучшения акустики пространства. Диффузор Шреддера является набором параллельных углублений одинаковой ширины, но разной глубины, позволяющий получить высокую степень рассеяния звуковой волны в широком диапазоне частот при любых углах ее падения. Благодаря акустической технологии Шреддера угол рассеивания звука увеличивается в 2,5 раза. Баланс увеличивается на 40%. А общая мощность динамиков Huawei Sound составляет 1080 Вт. Передние и задние сидения в стандартной комплектации оснащены вентиляцией и обогревом. Четыре сидения в шестиместной версии оснащены девятиступенчатой системой массажа. Все сидения автомобиля имеют электрическую регулировку, а спинка заднего сидения может регулироваться под углом от 27 до 37 градусов. После снятия подголовника переднего сидения и нажатия на экран, спинка переднего сидения может автоматически наклоняться назад на 69 градусов, соединяясь с задним рядом. Под центральным экраном управления расположены две панели беспроводной зарядки мощностью 50 Вт с функциями вентиляции. За передними сидениями по-прежнему находится знакомый интерфейс Huawei MacLink, который можно подключить к планшету Huawei и использовать в качестве заднего экрана. Задний ряд по-прежнему имеет независимый экран управления кондиционером, но воздухозаборники расположены с обеих сторон сверху, а не по центру. Размер багажника в шестиместном варианте 188 литров, со сложенным третьим рядом 775 литров. В пяти местной версии он будет от 686 до 1619 литров, со сложенными сидениями второго ряда. Китайская новинка отличается высоким уровнем безопасности и автономности. Для этого предусматриваются LiDAR, который обнаруживает препятствия на расстоянии до 250 метров, как говорилось ранее, он совместим с усовершенствованной системой вождения Huawei и DS2. Компания Huawei также добавила возможность обновления автомобиля до и DS3. Кроме того, AIT M7 Ultra также оснащен тремя радарами миллиметрового диапазона, 11 камерами высокого разрешения и 12 ультразвуковыми радарами. Основное обновление заключается в переходе от предыдущего амортизатора с регулируемым демпфированием FSD к амортизатору с регулируемым демпфированием с DS. На практике подвеска в целом по-прежнему ориентирована на комфорт. При езде на дороге с неровными участками уменьшается множество ненужных вибраций, вызванных предыдущим длинным ходом подвески и неспособностью пружины вовремя вернуться в исходное положение. AIT M7 Ultra – внедорожник среднего класса с размерами. Длина – 5020 мм, ширина – 1945 мм, высота – 1760 мм и колесной базой – 2820 мм. Заявленные клиренс – 188 мм. Поставки M7 Ultra начнутся завтра 2 июня, и при этом компания ожидает рекордную поставку 20 000 единиц в первом месяце, что в свою очередь. Приведет к увеличению продаж бренда AITO до 40 000 единиц за один месяц. Цена на базовую версию с задним приводом и в пятиместном варианте составляет почти 41 000 долларов. В шестиместном варианте она уже будет стоить 40 500 долларов. С полным приводом в пятиместной версии будет доступна по той же цене 40 500 долларов, а в шестиместном исполнение 46 400 долларов. Спасибо за просмотр! Если видео было для вас интересным, оставляйте свои благодарные лайки и делитесь комментариями. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались. Всего доброго и до встречи на нашем канале! Субтитры подогнал «Симон»!